По всему периметру делаются камеры-платформы для размещения камер, чтобы зрители могли увидеть с разных ракурсов и всю чашу стадиона, и все, что на ней происходит. Зам. директора спорткомплекса «Олимпийский» Виктор Анисимов демонстрирует в съемочной группе «Арт-Виай», как готовят стадион к финалу Лиги чемпионов. Спортивная инфраструктура стандартам УЕФА вполне соответствует, ведь здесь в 2012-м проходил чемпионат Европы по футболу. Потому основная головная боль организаторов – безопасность. Официальные лица в Киеве признают – провокации всякого рода не исключены. Угроза хакерских атак – новый вызов для службы безопасности Украины. Когда был знаменитый вирус Петя, благодаря тому, что у нас очень мощное программное обеспечение, очень мощные эти системы, системы вовремя отключились при кибератаке, и мы фактически не пострадали, в отличие от всех государственных органов. Ни один вред, ни одному компьютеру на территории НСК нанесен не был. Но опять-таки, учитывая опыт того, что произошло тогда на территории Украины, программное обеспечение улучшено. Здесь координируют работу городских служб на время Европервенства. Директор департамента культуры, городадминистрации, заверяет нас, что подготовка к чемпионату – задача номер один для мэрии. Под футбольные и околофутбольные мероприятия отдали весь Крещатик. Киев всеми силами готовится. Будет самая большая локация – фан-зона на Крещатике, зона гостеприимства финала Лиги чемпионов. Основная локация, конечно же, НСК Олимпийский. Но широта украинского гостеприимства иностранных туристов, пожалуй, разочаровала. Фанаты Ливерпуля и Реала сдают билеты на матч из-за непомерных цен на жилье в Киеве. Одна ночь в трехзвездочной гостинице – от 2000 долларов. Аренда квартиры в центре – от 5 до 15 тысяч долларов на время двух матчей женских и мужских команд. Это вопрос не только Киеву, а к любому другому городу. В день матча, за неделю до и после цены просто взвинчиваются и на квартиры, и на гостиницы, да и вообще скачет рынок недвижимости. Подправить приз Курант успели и рестораны в центре города. В несколько раз возросла стоимость проезда в такси. За спасение имиджа страны взялся президент. Петр Порошенко возмутился, узнав о ценах на жилье и пообещал селить болельщиков у себя дома. Киевляне создали в Фейсбуке специальную группу, где предлагают гостям чемпионата свои квартиры бесплатно. Я очень благодарен киевлянам, которые сейчас бесплатно предлагают поселить гостей. Мы также знаем, что мест в гостиницах не хватает. Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден – все будет хорошо. Репутация страны не пострадает, а даже наоборот. В 2012-м, говорит Кравчук, болельщики тоже отправлялись в Украину без особого энтузиазма. Евро 2012. Помните, я присутствовал, когда принималось решение предоставить Украине право принимать евро. Я там таких вопросов наслушался о том, что мы почти дикая страна. И вот сотни тысяч людей побывали в Киеве. Я через год приехал в Австрию, и там уже были в восторге от Украины. Не в восторге пока жители Киева, и особенно автомобилисты. Центр города практически перекрыт. Дежурят взрывотехники и тысячи полицейских. Украинская столица встала в многочасовых пробках. А стадион, где будет проходить матч, вторую неделю является собой неприступную крепость. В 2012-м все было попроще. Ведь тогда не было конфликта в Донбассе. С 15 мая национальный спорткомплекс Олимпийский закрыт по всему периметру в целях безопасности. На стадионе, где будет проходить финал Лиги чемпионов, сейчас монтируют дополнительные камеры, освещение и фирменную символику чемпионата. На ближайших к Олимпийскому станциях метро установлена система распознавания лиц. В МВД уверяют, смогут идентифицировать любого прохожего в радиусе 500 метров. Антон Полищук, Александр Кулибаба, RTVI, Киев.